В Алматинской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Труда с участием тружеников разных отраслей. Со значимым для жителей региона днем поздравил присутствующих первый заместитель главы региона Нурлан Абдрахим. В ходе торжества также состоялась церемония награждения отличников труда. Подробности в материале сюжета. Президент Казымжамар Токаев в своем послании отметил, что в стране трудолюбивый, квалифицированный специалист и профессионал своего дела должен быть самым уважаемым человеком. Ведь именно такие люди будут развивать нашу страну, а потому концепция честного труда, честного человека будет продвигаться. И в дальнейшем отметил в своем поздравлении первый заместитель Акима Алматинской области Нурлан Абдрахим. На стыке времен и расширении информационной площадки важно установить культ труда в общественном сознании и воспитании подрастающего поколения. Сегодня торжественное мероприятие проводится с этой целью. В независимом Казахстане сложилась своя традиция – честование человека труда, празднование Дня труда. В рамках этого торжества честуют трудящихся и ветеранов. Несомненно, в дальнейшем из нашего региона выйдет много героев труда, потому что жители Алматинской области очень трудолюбивы. Наши граждане упорно работают во всех сферах и добиваются больших успехов. Хочу отметить, что с начала текущего года создано более 43 тысяч рабочих мест. Из них почти 33 тысячи или 75 процентов – постоянные рабочие места. Это на 16 процентов выше, чем в 2022 году. Отметим, что в целях выявления трудового потенциала молодых специалистов и лучших наставников ежегодно проводится конкурс «Имбикжолэ». В этом году это мероприятие было организовано накануне Дня труда. Победители районного конкурса получили путевки на региональный конкурс. На мероприятии в торжественной обстановке руководство региона вручило награды победителям. Молодые и востребованные специалисты – это ключ к развитию и конкурентноспособности Казахстана. Мы со своей стороны должны всячески поддерживать молодежь. Также хочу выразить благодарность ветеранам труда, которые сохранили дух истинного института наставничества. И сегодня они также продолжают передавать свой профессиональный и нравственный опыт молодым специалистам, прививая им любовь к труду, к рабочим профессиям, воспитывая в них высокий патриотизм и любовь к своему отечеству. Я думаю, что те, кто получили сегодня заслуженные награды, будут нести гордо звание ветерана труда и победителей конкурса Ембекжола. Награждение конкурсантов проходило по трем номинациям. В номинации «Лучшая трудовая династия» победила педагог Антонина Мактебаева. Лучшим наставником работающей молодежи стал представитель молодежи Кегенского района Думан Салиахунов. В номинации «Лучший молодой специалист по производству» награды удостоился сотрудник ТО Филипп Морис, Казахстан Айжан Джунусова. Вообще я рада, что есть такие конкурсы, как Ембекжола, потому что сейчас, к сожалению, молодежь не очень заинтересована в том, чтобы работать на производстве. И очень классно, что у государства есть такие конкурсы, которые мотивируют молодежь больше работать именно в промышленных каких-то отраслях, а не в стандартном, скажем так, отрасли. Поэтому, мне кажется, я думаю, что моя победа замотивирует очень сильно всех сотрудников Филиппа Мориса, ну и других сотрудников производственных подразделений. Победители в каждой номинации получили путевки на республиканский конкурс, который состоится 22 сентября в столице. Стоит отметить, что в целом на праздничном мероприятии многим работникам различных сфер были вручены благодарственные письма и ценные подарки. А атмосферу праздника музыкальными номерами украсили творческие коллективы региона.